У нас есть хвост по дороге. Ну-ка, кто мне будет докладывать? По недостроенному с 2011 года, раз уж мы здесь собрались. Пожалуйста, Сейфер. Красные озера. Давай. У нас есть дорога недостроенная. Это сельская дорога, это Красные озера, подрядчик, комплексное решение. Есть проблемы по этой дороге. Дорога должна была быть сдана 30 июля. Пока было подписано мировое соглашение, на сегодняшний день дорога не сдана. Подрядчик находится здесь, Назар и Денис. Комплексное решение. Денис Николаевич, комментарии. На 30 июня была выполнена дорога на 80 с лишним процентов. По ней уже даже осуществлялось движение, но есть замечания. И для сегодня, значит, идет обследование дороги, в частности, идет геодезия. И вот Сергей Александрович сегодня обсуждали, что, значит, будет обследование самой дороги и будет принято техническое решение и, соответственно, обозначено сроки, где эти нарушения будут устранены. Действительно, объект сложный. Проект 2010 года. Определенная часть работ в проекте не была учтена, что мы сделали дополнительно. В 2011 году подрядчиками были не мы, тоже были достаточно, были вопросы. Денис Николаевич. Я все это понимаю по поводу недостатков. Когда асфальт разъезжается после проезда тяжелых машин, значит, технология не только нарушена, она просто не соблюдена. Это раз. Второе. Все эти сложности, они были известны. Мы уже собирались, мы уже подписали с вами мировое соглашение. И Алисей Филиппович, и Сергей Александрович строго по соглашению действия. Срок прошел, поэтому сдает в этом году, не сдает в рабочем порядке. Понятно. Все, слушайте, ну десятцы, уже пятилетку мы эту дорогу строили, не можем достроить. Теперь, по Скуратову, это у нас кто? Агропром строит, да? Да. Сергей Николаевич. Да. Объясните, пожалуйста. Дерритор губернаторский и главы администрации города завалены жалобами, что асфальт в грязь кладется. Без подушки, без ничего. Что это за форумство? Нет, нет, нет. У нас основная дорога все проложена в два слоя, где она требовалась. В основном усиливали бетоном, то есть на бетонное основание было уложено. А вот на данном месте, где езжайся в восточный, на подъеме, тут промашка чисто наш мастер, который не досмотрел. Там порядка 80 метров, вот такая история. При укладке асфальта, через два дня при обследовании дороги были сделаны, выявлены эти дефекты. И на данный момент принято решение о фрезеровании и укладке нового слоя асфальта. Сергей Николаевич, я вот с точки зрения, скажем так, технической, технологической, непонятно. Ну вот посмотрите, вот люди там живут, вот положили новый асфальт. И вот через буквально, так сказать, два-три дня вот такая... Да, я сам... Вот как людям объяснить, что здесь сделано по технологии, что здесь не разворовано, что здесь не укро... Вот как людям объяснить, которые вот это видят? Вот им это непонятно. Я понимаю, я сам, когда был на этом объекте после укладки асфальта и было обнаружено, я прям сразу доложил руководству и говорю, что вот такие будут проблемы. Значит, Сергей Александрович, все это на контроль. После этого комиссионно принять. Теперь Евгений Васильевич и Антон Галерьевич. Значит, мы уже договорились, и вами правильно. Значит, все, особенно придомовые территории и вот по улицам, приемки осуществляют с привлечением граждан. Пусть будет общественный контроль. Это как в Туле, так и в районе. Пусть люди видят по-настоящему. Принимается общественный контроль, значит, власть идет на это дело. Нет, значит, будем переделывать. Ну что? Да, пожалуйста. Я хотел бы узнать, что те сроки исправления вот этого всего, потому что все пестрит, все ругаются, говорят, опять правительство украло деньги и так далее, и так далее, и так далее. Владислав Филиппович, ну не муссируй эту тему, уже про деньги сказали. Все признали, что никто ничего не крал, слава богу. Нет, но это не будет устранять. Сейчас техника просто работает на другом объекте. Ну поймите, мне нужны сроки. Это до 1 сентября, это 30-го. Вот вы сами вот скажите, вот такому-то числу мы это все исправим. Меня тоже спрашивают, когда это будет устранено. Я сегодня докладываю... Кратчайшие сроки это не ответ. Хорошо, я сегодня доложу руководство, оно... Значит, Сергей Николаевич, давайте не будем полемку. У нас сегодня какое число? 17-е? Да. Нет, 7-е. 7-е. Значит, до 18-го, 19-го числа доложите проверить. 10 дней вам вполне на это хватит. Хорошо. Вполне хватит. Сделать, надо снять, положить подушку и еще остальных положить. Поэтому докладывайте свое начальнику. Сергей Савченко, в этот протокол и туда внести на контроль. Он остался в лидерах, а мы не отметили. Есть вопрос. Да, пожалуйста. Водители, я думаю, что любая задержка, любой документации, начиная как от проекта, заканчивая и уже исполнительное, и подписание актов КАЭСа, влечет за собой это срок сдачи объекта. Я компетизирую это подписание КАЭС-2, КАЭС-3. КАЭС-3, проблема, надо решить, кто ее будет подписываться. Час она лежит уже неделя, ходит по кабинету. Поэтому я хотел бы обратить внимание и решить эту проблему. Для нас это проблема. Я поясню. Пожалуйста. Значит, у нас документация произошла тут вчера. Вот ко мне лично. На данный момент правовое управление у нас сейчас прорабатывает этот вопрос. Кто должен подписываться КАЭС-2, кто заказчик-застройщик, заказчик. То есть сегодня мы определимся, будет правовое заключение. Я всем подрядчикам доведу в письменном виде. Евгений Васильевич, у меня просьбы такая. Не хватает у всех они и прочие. Поэтому нужно, чтобы с нашей стороны, я иду с стороны муниципалитета, либо, скажем, областной власти, не было задержек выполненных работ. В общем, коллеги, мы просто собрали срочность, потому что Тула и Ленинский район это наиболее показательное здесь, лицо области. Вы все участники этих событий. Хороших и не очень хороших. Хотелось бы, чтобы вы были участники хороших событий, а лучше, если отлично. Поэтому убедительная просьба. Давайте не будем дожидаться, что мы будем вынуждены вот здесь, в правительстве области, собраться, не дай бог, на второе подобное совещание. Если собираться, то только туда ближе. Когда? В конце октября у нас день автомобильной промышленности. Зачем? Дорожников. Дорожников, вот и все. Чтобы с честью, глядя друг другу, ласкать, спасибо сделали. Как раз связан закончится. Я чуть позитивно закончил. Все, спасибо всем.